ребята всем привет в этом ролике я хочу с вами поговорить про умение владения я хочу немножко объяснить каждому человеку что какое конкретное умение что делает как это качается как вообще прокачать данный навык что нужно делать чтоб немножко ну новички и не только новички возможно опытные руки подчеркнули что-то для себя с данного ролика то есть я по сути не видел такого масштабного ролика где я человек говорил про каждый навык то есть я вам сразу хочу сказать что я далеко не ну не знаю как каждый из них качается у меня есть предположение я в принципе знаю многие навыки но опять же я буду но не надо не совсем прав если у вас есть возможность меня поправить пожалуйста напишите внизу в комментариях напишите что я сказал не так или напишите просто о том как например этот навык можно еще прокачать то есть я конкретно буду делиться своей информацией своими наработками о том что конкретно знаю я то есть и здесь будет не вся информация на ну скажем так правильная и хорошая то есть если вам что будет подправить и так будет как мини-гайтик такой для всех ребят мой код позирует как этот будет мини-гайд для всех каждый может написать снизу комментарии сделать там не знаю жизнь другого человека немножко проще то есть делитесь своим опытом сейчас я конкретно буду рассказывать тем опытом который я владею я но опять же ребята информации такой про сути нигде нету это именно мои наработки то есть как я понял это все качается некоторые из них я вам прям досконально скажу а некоторые я немножко сомневаюсь но я очень от вас надеюсь что вы поможете мне в данном ролике напишите внизу комментарий конкретно например выносливость качается еще так я надеюсь что вы поможете итак поехали выносливость навык у нас что что дает навык качает увеличение выносливости на 32 процента как у меня уровень 16 то есть за каждый уровень мы имеем плюс 2 процента увеличение выносливости за каждый уровень 16 и того 32 поехали дальше уменьшение силовых затрат на прыжок то есть мы когда прыгаем видите здесь 16 и за каждый уровень мы имеем плюс 1 процент увеличение времени Времени задержки дыхания это когда мы нажимаем правую кнопку и просто прицел никуда не дергает. Вот увеличиваем времени задержки дыхания плюс 80%. То есть мы гораздо больше можем держать задержку дыхания. Уменьшает время восстановления дыхания минус 13%. Итак, начнем говорить про выносливость. Выносливость качается просто, ребят. Вы просто бегаете, вы просто бежите где-нибудь в лесу, я не знаю или где угодно. Просто бежите и у вас качается навык. Чем вы больше бежите, чем вы больше тратите своего игрового времени на бег, чем развеется быстрее у вас прокачается данный навык. Например, если вы хотите быстро прокачать, вы по сути все, что делать, это просто бежите. Насколько мне известно, выносливость качается даже когда вы не бежите. Когда вы просто идете, качается выносливость. Но опять же, ребят, это не точно. Я замечал, что чуть-чуть она качается. Но, ребят, если я не прав, пожалуйста, поправьте внизу. То есть, ну опять же, вы должны просто бежать. Чем вы больше бежите, чем у вас качается навык. То есть, больше навык. Здесь все просто, здесь ничего заумного нет. Поехали насчет силы. Сила у нас увеличивает. Высота прыжка, высота прыжка плюс 2%, а у меня уровень, да видите, 6. То есть, получается, каждый третий уровень качается плюс 1%. В итоге, по финалу, мне кажется, мы увидим процентов плюс 15. Если у нас будет 50 уровень. Увеличение грузоподъемности. То есть, ну, например, если вы оденете там дефендер, и он весит, там, например, 40 килограмм, то сами отнимаете от него 6% и появляется вес, становится вес гораздо меньше. Увеличить силу удара холодным оружием. То есть, ну, вы сами понимаете, вы просто холодным оружием бьете сильнее. Увеличить скорость спринта. Вот это, на мой взгляд, самое главное преимущество показателей силы. То есть, увеличение скорости спринта. Оно вам поможет, ребят, очень сильно в игре. Вы всегда сможете дописать, добежать быстрее, чем ваши соперники, например, до того же санатория. Вы сможете гораздо быстрее занять позицию. Вы сможете, я не знаю, просто быстрее бежать, чем они. Вы сможете мансовать, когда по вам стреляют. То есть, гораздо меньше вероятность, что по вас попадет пуля, если вы двигаетесь быстрее. Правильно? И этот навык увеличивается прям очень сильно. Например, смотрите. Увеличить скорость спринта плюс 12%. У меня всего навык 6, ребят. То есть, если вы прокачаете 50, то это сколько будет? Это будет 100%. Правильно я? Да. То есть, если вы прокачаете 50, это у вас будет 100%. Ребят, на 100% вы будете, когда нажимаете кнопку shift, быстрее бежать. Это очень круто. Это очень серьезное преимущество над другими игроками. Это прям must have. Также хочется отметить, что высота прыжка также вам даст возможность запрыгивать на более трудные препятствия. Например, вы не могли никогда запрыгнуть на какое-то там определенное препятствие. Когда вы прокачаете силу до определенных там значений, и у вас высота прыжка, скажем, будет не 2%, а 10%. А вы сможете тактически менять там разные вещи. Например, вы можете залезть на такую какую-то херню, где вас никогда никто не будет ожидать. И получите буст перед оппонентом. На мой взгляд, это тоже очень классная штука, плюс довольно прикольно прыгать как кенгуру. То есть, вы просто носитесь быстро и еще и прыгаете высоко. Это все вместе, но меняет геймплей в корени. Поэтому навык сила один из самых таких, на мой взгляд, важных в таркере. Опять же, его мало кто качает, потому что он трудно качается. Как он качается, сейчас я вам объясню. Самый простой способ, который не требует никакого, по сути, особого действия. Ребята, я сразу говорю, я говорю, за патч 0.11 на данный момент. То есть, когда у вас вес больше, чем 40 кг, чем 40, вы можете качать данный навык. То есть, у вас примерно качается 0.1 за 40 секунд. Я проверял, у меня есть видосик на канале. То есть, вы 40 секунд, неважно, бежите или идете, имея грузоподъемность более чем 40 кг, у вас качается 0.1 за 40 секунд. Примерно, может, 42 секунды. Ну, примерно такой диапазон времени. То есть, вы просто 40 кг, я не знаю, там, патрончиком натыкали, там, дефендера делили, еще что-то. И вы просто двигаетесь, вам не надо бежать. Ну, совсем не обязательно бежать для того, чтобы качать силу. Второй вариант, это... Ты хочешь поцеловаться? Второй вариант, это метание гранат. Опять же, ребят, метание гранат, это очень дорого. На мой взгляд, даже мне дорого, имея там 5-7 тысяч, 5-7 миллионов рублей, я не могу позволить себе кидать гранаты. Вы сами можете посчитать, сколько требует, например, а вот потом, когда будет уже 10 уровень, прокачка силы будет 100 единиц занимать вместо 70. И вы сами можете посчитать, бросок гранаты, это 0-1 сила, 0-1. 10 гранат, это 1 целая. То есть, сколько вам надо? 100 гранат, это 10. Вам надо, подожди, получается... Нет, наверное. Так, 10 гранат, это у вас качается, да, 1 целая. 100 гранат. 100 гранат, подожди, 1000. Надо 1000 гранат кинуть, что ли? Получается, да. И, ребят, я могу ошибиться, я примерно говорю, то есть, вы кидаете 1000 гранат и повышаете с 10 по 11 уровню. 1000 гранат, это, сами посчитайте, сколько? Это 300 тысяч примерно, да, рублей? То есть, реально получается очень дорого. То есть, это прям, прям капец дорого. Поэтому я тоже не рекомендую кидать вам гранаты, к примеру. Но есть вариант, который доступен для каждого. То есть, например, у вас есть друг, у вас, вы там состоите в группе в Дискорде. Вы просто заходите и фоните людям, говорите, давайте прокачивать силу. И какой способ прокачки силы я вижу, как это вообще должно выглядеть, как это работает именно для обычных потребителей Таркова. И для людей, которые там, я не знаю, Реал покупают себе постоянно, и для богачей. А для обычных игроков, которые сами хотят всего добиться. Вы просто берете оружие ближнего боя, я не знаю, я беру не топор обычный, а нож какой-нибудь. И просто закрываетесь, например, где-нибудь на заводе, за дверью. Там есть ключ от завода, вы открыли дверь, закрылись, и на выходе, грубо говоря, уже стоите. То есть, у вас от выхода 2 сантиметра буквально. И вы просто друг друга калечите по конечностям. Бьете этим ножом, топором по конечностям, опять соблюдая тайминги, чтобы не выбить полностью конечность. И с каждым ударом качается сила, как бросок гранаты. То есть, 0-1, 10 ударов вы дали, вы целое значение прокачали. Ребят, но опять же, это занимает очень много времени. То есть, вы не думайте, что вы выйдете на завод, там за 5 часов все сделаете. Тут тоже есть страты. Вы покупаете аптечки, вы покупаете гризли. Гризли самый экономный в данный момент вариант. Покупаете гризли и лечитесь данной аптечкой. То есть, это тоже вам, скажем так, будет бить по карману. Это тоже будет стоить денег для вас. Но все-таки гораздо меньше. И хочется сразу отметить, что силой, например, если вы будете друг друга калечить, ножом, к примеру, то еще качается стрессоустойчивость. То есть, очень хорошо качается. Но о ней мы чуть позже поговорим. Также с силой, если вы предпочитаете классический способ, то есть, просто бегать перегруженным, очень хорошо качается... Вы просто, представьте, вы просто бежите с весом. У вас качается выносливость. У вас качается жизнеспособность. У вас качается здоровье. И у вас качается сила. То есть, качается 4 навыка, ребят. 4 навыка качается за раз, если вы просто бежите. Также еще хочется отметить по поводу силы. Если вы, например, возьмете 100 килограмм, к примеру, ну, там, больше, чем 40, как я сказал, у вас сила не будет быстрее качаться. Но у вас будет качаться быстрее здоровье. Здоровье качается, мы, опять же, к ней чуть-чуть вернемся позже. Но я чуть позже поговорю о нем. Оно качается в момент, чем выше у вас перегруз, чем больше качается уровень здоровья. Но, опять же, когда мы вернемся к здоровью, чуть позже. Но хочется сразу об этом сказать. Поехали дальше. Дальше у нас навык идет жизнеспособность. Уменьшает держать кровотечение. На мой взгляд, этот навык бесполезный. Сейчас он у меня всего 13 уровень. Вот это вот кровотечение минус 13 процентов. Это просто оно или не работает, я не знаю. Все равно я получаю кровотечение постоянно. Я не скажу, что я стал получать кровотечение меньше, когда прокачал данный навык. Жизнеспособность качается, когда вы кровотечение снимаете, например. Когда оно открывается, например, по вас тренер, у вас открылось кровотечение. И этот навык начинает качаться именно в тот момент, когда он открылся. В тот момент, когда вы бегаете под кровотечением. И в тот момент, когда вы его снимаете. То есть он качается, по сути, все время, когда у вас ставится кровотечение, перелом. Такие вот всякие вещи. И вы просто бегаете под этим кровотечением, по его получаете, его снимаете. И он качается. Но качается он чертовски медленно. У меня всего 13, а стрессоустойчивость 41. Хотя они вместе генерируются, вместе работают Поехали дальше Здоровье Здоровье уменьшение шанса сломать кость Ребят, уменьшение шанса сломать кость На мой взгляд это полная параша Я не знаю, ну может кто-то со мной не согласится Ребят, ну просто нужно и так понимать Где ты можешь спрыгнуть, где ты не можешь спрыгнуть Где у тебя есть шанс сломать кость А где у тебя шансов нет сломать кость Вы просто должны это понимать и все И по сути если это вы понимаете, данный навык бесполезен Уменьшение базового расхода энергии Минус 6% Ну уменьшение базового расхода воды Ну это вообще бесполезная херня Для меня я понял, что здоровье качается Просто в момент бега Вы просто бегаете и качается выносливость и здоровье И все Если вы хотите ускорить прокачку здоровья Я как сказал, вы просто берете больше вес Это будет не 40, как для прокачки сил А это будет там например сотня Опять же сотню набрать не проблема Берете просто патронный ящик Ложите туда какие-нибудь патроны Например картечь, они самые дорогие на тозик Вернее самые тяжелые, прошу прощения на тозик И просто забивайте свою разрузку данными ящиками Можно два положить к примеру И носите, грубо говоря С этими ящиками например И у вас качается здоровье Но я здоровье, я вообще не рекомендую никому качать Я вообще не рекомендую никому качать Навык бесполезный Поехали дальше Стрессоустойчивость Уменьшает шансы получить более болевой эффект Минус 41% Уменьшение тремора руки Болевого качания То есть ребят здесь по сути Тремор рук это чтобы вы понимали У вас там руки выбили и у вас прицел качается Так дрыгается То есть это такое, ну это чепуха полная Я не знаю что будет делать элитный навык Здесь Я в принципе вообще про элитки ребят мало что знаю Единственное я хочу сказать насчет силы Я забыл сказать Сейчас я вам скажу обязательно Так вот Данный навык качается Когда у вас выбитые ноги Вы бежите без ног Когда у вас ноги поломаны Вы бежите с поломанными ногами Когда у вас По вам там стреляют Я не знаю открывают То же самое кровотечение Короче все вот эти поломы Все вот эти вот вещи Когда вы вздыхаете И теряете хп в момент передвижения Качается стрессоустойчивость максимально хорошо То есть например Вам вы сломали сами себе две ноги Две ноги И просто носитесь по картам без двух ног У вас стрессоустойчивость будет качаться максимально хорошо Поехали дальше Метаболизм Метаболизм я думаю и так всем ясно Он зависит от еды Ребят навыки здесь просто бесполезны Уменьшение скорость и стяжение энергии И гидрации То есть уменьшение скорости забывания физических навыков Сокращает максимальный уровень атрофии физических навыков Увеличение положительных свойств еды и питья Ребят полностью бесполезный навык Он не нужен вообще нахер в игре Это просто Я думаю пока в дальнейшем он не реализован Потому что для прокачки его требуется Очень много времени Очень много средств И очень много выдержки Но он по сути ничего ценного не дает Поэтому я думаю что в ближайшее время навык Переработают А так мы поговорим немножко о прокачке Если вы вдруг решили его качать То нет ничего проще Например вы пробегали 5 минут по времени на карте У вас упала вода Например вместо 100 единиц на персонажу Стало 80 Когда вы выпиваете воду Например нет смысла пить целую бутылку Вы выпиваете например на 0.20 воды И повышаете по моему 0.2 метаболизм Но я опять же точно не знаю Я его не качал Я приблизительно просто понимаю Ребят приблизительно Если я что не так говорю Пожалуйста пишите внизу в комментариях Я вас выслушаю И как бы даю слово вам высказаться И тоже помочь людям Так вот Как вы можете качать Вы просто пьете воду Когда у вас вода меньше чем 100% Например там вода упала до 70 И вы там 30 единиц выпили Например если у вас уже 100 воды И вы выпиваете воду просто там То она уже не качает метаболизм Вам нужно подождать пока у вас воды в организме станет меньше Как это можно сделать Есть всякие сухарики Есть сахар Есть гущенка Всеми этими вещами вы подрываете свой уровень воды То есть вы например гущенку выпили У вас вода минус 50 и запили водой И тем самым вы подняли там 0.5 на ВК Метаболизм ребят Она очень медленно качается Очень такая дебильная штука Как по мне Вообще не рекомендую прокачки Вообще не занимайтесь этой ерундо Не тратьте на это деньги Лучше если уже не можете найти напарника по поводу силы Просто покупайте гранаты, флешки и кидайте Сила гораздо полезнее Также хочется упомянуть про элитный навык силы ребят Я сразу не сказал Хочу сказать сейчас пока не забыл Элитный навык силы он Например вы одеваете вещи на персонажа Там разрузку, дефендер Там какой-нибудь бронежилет Не важно что Там кепку, фуражку, шлем Или там какое-нибудь оружие Там что там еще Оружие ближнего боя Короче все предметы Которые одеты на вас То есть одеты именно в схроне Которые там Ну именно амуниция ваша То есть я не говорю про рюкзак И что в рюкзаке Я говорю конкретно за амуницию Вся амуниция Она ничего не весит То есть все эти предметы Становятся Становятся Весит ноль Например если дефендер Весит там 20 килограмм То одеты на вас С навыком элит Сила Он ничего не будет весить И того вы будете бегать Как топористы Голые То есть у вас на будет дефендер И у вас не будет Короче штрафов Из-за веса То есть это довольно прикольный буст Но опять же Ну можно что-то Получше придумать Потому что Чтобы силу прокачать 50 Я не знаю Это просто дурдом Это очень трудно Ладно Поехали Восприятие Восприятие Один Восприятие Ребят Это мой лучший навык Мой Самый главный навык Я считаю для себя Восприятие Самым важным навыком В игре Именно для меня Для моего геймплея Этот навык подходит Лучше всего Не отдача Не сила Не скорость Спринта Не стрессоустойчивость А именно Восприятие Восприятие нам что дает Восприятие Увеличивает Радиное слышимость То есть ребят Эта вся херня работает Лично мной проверено И увеличивает Смотрите Плюс 35% 35% Это очень много Ребят Это огромный Буст звука То есть Сами понимаете Вы одеваете наушники Вы одеваете Например Не алтин А нормальный Там свободный шлем И вы слышите Просто идеально То есть Вот эти все ниндзи Которые там будут Потом прокачивать Навык Скрытое передвижение Я потом дальше Вам о нем скажу Вы будете их слышать Вы будете слышать Шорохи Вы будете слышать Там перезарядку В другом конце карты Вы будете слышать Там Когда кто-то там На стекло наступит Там еще что-то То есть Это навык Мастхэв То есть Для любого человека Который привык доверять Своим ушам Который хочет побеждать Хочет убивать Это самый главный навык Он должен быть в приоритете Как он качается Сейчас еще дальше Поговорю Увеличение радиус Чутья на добычу Эта херня не работает Ребят Элиты навыка Обещания Облюдности добычи Это пока не работает Но работает Увеличение радиус Слышимости Как прокачать данный навык Ребят Вы просто Как я его прокачал Давайте начнем с того Я играю только на заводе То есть Я играю в тарков Целью постоянно стреляться Постоянно быть В движении Постоянно там Убивать одного Второго Третьего Я люблю Именно Играть Ну именно стреляться В таркове И я постоянно Лутаю сейф Например Я играю на локации Завод И там есть сейф И я постоянно Каждую катку Достаю туда Вонючие рубли Которые по сути Не нужны вообще тебе Но эти рубли Когда ты их обнаружаешь Они качают тебе данный навык Этот навык качается Чем ценнее вещь Ты находишь Например Ты находишь Не стак С рублями А например Биткоин Или золотые Там этот Часы Или льва К примеру В том же сейфе И навык качается сильнее То есть Например Если ты просто находишь Купюру Он там качается На 0.2 Если ты эту купюру Забираешь То это уже будет Не 0.2 А 0.3 Также ребят Сразу хочется отметить Что если вы хотите Максимально быстро Прокачать данный навык Вы должны Например Ящики Вы какие-нибудь Лутаете И там мусор лежит В этот мусор Вы не хотите брать Но если вы хотите Уключать данный навык То вы когда берете Предмет Например с ящика Там я не знаю С сейфа Что-либо Короче берете предмет И перелаживаете Себе в схрон То максимально Получается Профит От данного навыка То есть Вы его обнаружили Получили Какой-то бонус К данному навыку И плюс Когда взяли То есть Вы оттуда берете Предмет И выкидываете Если они вам не нужны Но когда вы их берете Вы получаете Дополнительно Навык восприятия То есть Он быстрее качается Я надеюсь Это понятно Интеллект Пока не работает Внимательность Внимательность Я думаю И так всем ясно Тут написано Увеличение скорости Поиска в контейнерах Увеличение шанса Найти более редкую добычу Ребят Это все работает Очень просто Вы просто Ищите Пошли например В санаторий И просто все лутаете Разрузки ботов Карманов ботов Ящики Тумбочки Короче Каждый предмет Который у вас Потом подсвечивается Обнаружается Качается Самая Внимательность То есть На мой взгляд Это такое Я не знаю Работает Это или не работает Я например Когда прокачал Восприятие Тут есть Видите навык Увеличивает радиус Чуча на добычу Конечно Как-то все странно Но мне кажется Что я начал Находить биткоин В сейфах чаще Но опять же Ребята Это не точно Это То есть Я раньше Чтобы вы понимали Когда у меня было Восприятие 30 единиц Там даже 40 Я ни разу не находил Биткоин Я там Биткоин На заводе В сейфе После того как У меня уже было 40 Я качнул до 50 Я уже нашел их около 3 Это конечно может быть Бог рандомно До мной издевается А когда я качнул 50 Я там нахожу уже каждую Каждую наверное 15 Рейд я нахожу биткоин То есть примерно за день Я один да нахожу Биткоин Вот как-то так Внимательность я рассказал Поехали дальше Харизма Харизма нас уменьшает Валютную цену У торговцов Ребят Эта херня не работает Харизма качается Очень просто Когда вы у торговца Покупаете Или продаете То есть вам что надо Что-то продать у него Обычно там у механика Там оружие какое-нибудь И у вас будет качаться данный навык Но Видите пишет Уменьшение валютных цен У торговцов Ребят Но на самом деле Вы сами прекрасно понимаете Что цены С каждым днем Или там с каждой неделей С каждым патчем Все увеличивается То есть Например Прицел стоил там ПК 0.6 Когда-то 8 тысяч Сейчас 18 тысяч То есть постоянно Цена растет То есть она не уменьшается Данный навык нам говорит о том Что цена должна уменьшаться Но эта херня не работает Я думаю Что это не работает Опять же Ребят Не точно Можете поправить меня внизу В комментариях Поехали дальше Память Память Это тоже очень важный навык Как он работает Ребят Смотрите Увеличение сроки запоминания навыка Сокращает максимальное запоминание навыка Хочется сказать про первое Увеличение срока запоминания навыка То есть Ребят Видите Здесь у меня С плюс 40% навык У меня 40% То есть это о чем говорит Что на 40% Все у меня качается быстрее Все вот эти навыки Качаются быстрее на 40% Если у меня здесь было 50% То на 50% То есть например Сила теперь у меня качается Быстрее чем должна качаться Я не знаю На самом деле работает Он не работает Я не проверял Но тут и Тут неглупому человеку Понятно Величение срока Запоминания навыка То есть Вы например бежите Просто И у вас на 40% Быстрее качается выносливость Когда вы бежите То есть у вас там было 0 Теперь вы получали Буст плюс 40% Как качается память Как увеличить Например максимальный уровень Насколько мне известно Любые навыки Когда качаются Там стрессоустойчивость Здоровье Метаболизм Восприятие Все вот это Влияет на память То есть Когда у вас повышается Какой-то определенный навык Память там повышается Там на 5% К примеру На 5 единиц То есть она влияет Конкретно Чем выше у вас навыки Чем выше у вас память Оно все работает вместе И то есть вы не можете Качать конкретно память Без других навыков То есть у вас будут Другие качаться И память качаться То есть как-то так Это работает Ребят Я думаю вы поняли Да меня Ну опять же поехали По Мне пока еще не по владениям Пистолеты Понятно Пистолет в племеты То есть выстрелили Вы любите стрелять С пистолета Чем больше стреляете С пистолета Чем больше с ним ходите Чем больше с него убиваете Чем больше навык качается Например Уровень 0 На данный момент Видите у меня Я с него по сути не бегаю Но если вы хотите Прокачать пистолет Что вам это даст Вы получите меньше Отдачи на оружие Ребят Я об этом потом Более подробно расскажу Про Конкретно про это Вот видите Например у меня Штурмовые качаются Ведь сокращают Отдачу оружия Пишет То есть у вас будет Меньше отдачи с пистолета Хотя с пистолета Как такова У вас будет Ускаляет Ускаляет переключение оружия То есть вы будете Там одиничку Двойку Быстрее переключаться Или на тот же топор И увеличить скорость Перезарядки Ну то есть такое себе В принципе здесь Кроме отдачи Ничего ценного Такого Прям классного Нет Перезарядка 13% Это Ну это херня полная Это не нужно Пистолеты Пулеметы Это и так понятно Там МП5 МПХ МХ7 Там кедр Это все такие Маленькие автоматики Маленькие Которые С которыми Вы стреляете Там очередью У которых есть Режим очереди Они качают Они короче Ставят Ну как пистолет Пулемет Относятся Вот например Я качаю Штурмой винтовки Автоматы Штурмой винтовки Автоматы Это у нас что Это у нас Эмки Это у нас Калаши Это ксюхи Это все Пушки Пушки Которые Довольно Большие По объему Которые Используют Высокие Калибры По моему Да Все Вот Качает данный Навык 32 навык Это высокий Навык Потому что Штурмой винтовки Автоматы На самом деле Качается Очень медленно Они качаются Когда вы Стреляете Когда вы По моему С ними Бегаете Когда вы Перезаряжаете Когда вы Перезаряжаетесь Когда вы Сунете Патроны В рожок То есть Когда любые Манипуляции С данным оружием Качает навык Опять же Они Видите Сокращают Отдачу Оружия 13% Мы потом Чуть позже Про отдачу Поговорим Я вам расскажу Снайперские винтовки Это Снайпаны Снайпаны Что у нас Винтовка Мосина SV98 Короче Ребят РСАС Не Снайперская винтовка Не путайте Когда вы Бегаете С РСАС У вас Снайперские винтовки Не качайте Не качается Я не уверен Даже в СКС По моему Даже СКС Не снайперская винтовка Ребят Но я точно Не знаю Здесь Можете поправить Меня внизу В комментарии Это точно Винтовка Мосина Это SV98 Еще есть Очень дорогая Пушка Я забываю Вечно Как она Называется Там За 100 тысяч В продаже По моему Прапора На Короне Открывается Забыл Как называется Простите Но она Тоже Как снайперская винтовка Она Качает Данный навык Качается Снайперская винтовка Ребят Очень классная Я сейчас Не конечно Не встречал Типа С 50 навыком Но качается Очень легко За каждое попадание По противнику Она качается По моему На целую единицу Ребят То есть Она Не на 0-1 Качается А почти На единицу То есть Вы грубо говоря С закатку Можете брать уровень Притом Без проблем У меня были Такие ситуации Когда Я не в этом патче Играл И за одну катку Вытянул Вытащил Три уровня Все три уровня Представьте Айпап Снайперской винтовки Она реально Очень хорошо Повышается И она так По сути И должна Повышаться Я надеюсь Если разработчики Увидят данный гайд Или данный мувик Когда посмотрят Не станут Все это дело Фиксить Потому что Ну это все таки Долгий процесс Ну это дорого Все таки Неудобно Понимаете Ну это так Поехали дальше Но метательное оружие Не буду вам Ничего рассказывать Это не интересно Скрытое передвижение Вот такой навык Есть Для мышек Наших любимых Точнее Всеми нелюбимых Скажем так Шаги по обычной Поверхности Становятся на 10% Тише Шаги по шумным Поверхностям Становятся на 5% Тише Увеличить скорость Скрытного передвижения Вменьшить громкость Звуков Надеваемых оружием Снаряжение На 10% Ребят Это работает Все очень просто Человек на карты Сел И пошел Вот так вот Километры преодолевать То есть За каждое движение На картах Качается данный навык Плюс когда вы ползаетесь Он тоже качается Навык На мой взгляд Очень полезен Для тех людей Которые любят играть скрытно Но опять же Сейчас в Таркове Таких людей Очень много Их все называют Просто крысами А не людьми Которые играют скрытно То есть Бывает У каждого Были такие ситуации Что к вам подходит враг И вы его Блядь не слышите Вы не слышите этого врага Вообще не слышно его Вроде как никого нету А по вам стреляют То есть Это говорит о том Что скорее всего У данного человека Высокий навык Скрытного передвижения Понимаете То есть Не обязательно Что он там читер Или что там Звук забаговался А еще есть вариант Что у него Просто сильно Прокачен навык Я не знаю Если тут 50 прокачать Ребята Это просто Жопа Смотрите На 10% Помогает Когда 8 Навык Представляете Как это Бустанет Типа Вообще не будет слышно Контроль отдачи Это тоже Масхевный навык Очень классный Очень серьезный И очень легко Качается Я не знаю Что здесь Элитный навык Я еще Не качал Но я почти Видите Взял элитный навык У меня 50 Овладение Сейчас я докачиваю 38 единиц И у меня элитный навык Открывается Увеличение Контроль отдачи На 30% Вот для тех Кому было интересно На 50% На 50% Навыке Сколько у вас Будет уменьшение Контроль отдачи Сейчас мне хочется Немножко еще с вами Поговорить про контроль отдачи Как я вообще понимаю Как это работает Ребят Например Смотрите Здесь контроль отдачи Минус 30 Штормой винтовки Минус 13 Итого мы начинаем Суммировать То есть 30 плюс 13 Например Если мы играем Штормой винтовкой То мы должны суммировать Данный навык Итого у нас получается 43 Например Собрали вы оружие Оружие вышло 120 отдачи Вы берете От 120 отдачи Отнимаете 43% И у вас получается Там например 80 единиц И получается у вас Реальная 80 единиц отдачи Часто возникает Вопрос у меня на стриме Паша Почему у тебя вообще Нет отдачи Ребята Говорят Я играю с такой же Точно М Как у тебя Но у меня отдачи есть А у тебя нет Почему Ну опять же Видите У меня прокачаны навыки А у вас возможно Они прокачаны Но не так хорошо Это все влияет Все эти навыки Влияют На вашу отдачу Держу в курсе Как его прокачать Вы просто берете Любой автомат С любой С очередью Абсолютно любой Даже должны быть Кедры какой-нибудь Я не знаю МП5 Покупайте Самые дешевые патроны И просто Херячите в стену Не обязательно Попадать по врагу Там я не знаю Его задевать Патронами Вы можете просто Херячить в стену И процесс будет Такой же точно То есть вы просто Взяли там Сторожков Например И херячите в стену Самыми дешевыми патронами Он будет очень быстро Качаться Примерно один рожок Выпущенный Это примерно Одна единичка То есть Одна целая То есть Сторожков Это один Грубо говоря Навык Один вы прокачали То есть на мой взгляд Это довольно хорошо И примемлемо Но опять же В моем случае Пятьдесятый навык Накачан Чисто На игре На заводе На ботах На ЧВК То есть Чисто в стрельбе Я не стрелял по стенам Ну как бы Целенаправленно Не стрелял Конечно Попадало по стенам Куда попало Попадало Но целенаправленно Я этим не занимался И при этом Прокачал на Пятьдесят восьмом уровне Пятьдесятый уровень Отдачи То есть По сути Не обязательно Там Стратить свои средства Стрелять в стену Если Можно просто Убивать людей Просто Играть в тарков И рано или поздно Он у вас прокачается Так Ну есть еще Работа с магазинами Навык Ребят Уменьшает время Загрузки патронов Я прошу прощения Девушка позвонила Прошу прощения Смотрите Работа с магазинами Навык Уменьшает время Загрузки патронов Минус три процента Ребят На мой взгляд На пятом уровне Это просто бесполезная Херня Это очень мало Минус три процента Это прям чертовски мало То есть Прокачать пятый уровень Я не знаю Сколько для этого Нужно было Патронов Патронов Пусть мы даже Если будем иметь Вот смотрите Если на пятом У меня три процента То на Каком Например на пятьдесятом Это будет Тридцать процентов Правильно ведь Математика Да На тридцать процентов Будете сунуть Патрончики В рожок быстрее Ребят Это очень медленно Это очень слабый буст Я вообще Сторонник того Чтобы в рейдах Этим не заниматься Потому что Это слышно Это Минус внимания Минус контроль Это посторонние звуки То есть Вы просто берите В рейд Например Ложите Если вы экономите Вы такой экономный У вас мало денег Вы чувствуете Что нужно Немножко подсевиться Берите например Разруску Один рожок А три рожка Ложите Боже мой Какая же Дрянь Прошу прощения Вы просто Сука Все Больше не напишет Вы просто Берите С собой Например В разруску Один рожок Один И все остальные Ложите в подсумок И все Тем самым Если вас сначала Убьют Например Вы засейвите Три рожка В подсумке Не стоит Заниматься Вот этими Патрончиками На напихивания В рейде Ребята Это ни к чему хорошему Никогда не приводит Обычно просто Готовьте к тому Что вам не придется Этим заниматься То есть берите с собой Нужное количество Магазинов И все Не качайте данный навык Он бесполезный Вот эти 20% Ощутимого буста Вам не даст Если например Здесь было бы не 20% Там я не знаю 150% К примеру 150% Потому что просто Базовая скорость Она очень медленная Даже 150% Ну это долго Заряжение рожок Это длительный процесс Плюс он громкий Тогда в этом Может и будет смысл Но опять же Не прям такой серьезный Опять же Поехали по владениям Видите Тут АКСО Отдельно Автомат Калашника 5.45 Отдельно К нему Видите Относится 105 103 То есть Ну видите 103 уже 7.62 Тут короче Разработчики Намудрили Херню всякую То есть На мой взгляд АКСО Этот калаш Он должен быть Тоже приравниваться К вот этим Но почему-то Он идет другой шкалой У меня он Видите Второй А вот эти все Калаши Уже третий То есть Автомат Калашников АКМ тоже Идет отдельно То есть Он не идет К вот этим Калашникам АК-74Н Калибр 7.62 АКМ АКМ СН 7.62 Икс 39 Они все Идут отдельно То есть Видите Они у меня прокачаны Потому что я в свое время Менил данные автоматы Они мне очень нравятся Видите Тут отдельно Карабин Отдельно РССА Отдельно Вал Даже винторез Отдельно Ребят Или нет Хотя нет Винторез идет С валом Судя по всему Что я хочу вам рассказать Про данные навыки Например Вот сейчас мы посмотрим Вот например У меня штурмной винтовка Кольт М4А1 Полностью фуловый навык Что вам дает Фуловый навык Вообще Чем отличается 1, 2 и 3 Например Когда вы смотрите Вражок Вам более точно Говорит Сколько там патронов Это зависит От уровня владения Это раз Второй вариант Это на третьем уровне Когда у вас будет Третий уровень Вы можете нажать Правую кнопку То есть прицеливание Вы можете Вытаскивать оттуда Рожок И при этом Все Вы можете Оттуда вытаскивать Рожок И при этом Вы можете Стрелять То есть вы не смотрите На анимацию То есть не надо Смотреть что вроде Как рожок Персонаж вытянул Потом будет Его запихивать То есть в момент Стрельбы Даже если рожок Типа персонаж Анимация произошла Что его там Типа нету Но вы можете Стрелять То есть левая кнопка Стрельба Она будет работать То есть, представьте, вы нажали правую кнопку, вы перезаряжаетесь, и при этом вы можете вести огонь. То есть, это преимущество третьего владения. На мой взгляд, полезно это или нет, но мне это нужно было всего пару раз. То есть, на мой взгляд, это не полезно. Но есть еще такая штука, которую заметил только я. Люди со мной сомневаются, мне на стрим говорят, да нет, ты фуфло несешь. Но, ребят, это мое мнение, я хочу его высказать. На мой взгляд, каждое владение оружием увеличит еще как то самое владение. Например, то есть, тот же самый контроль отдачи, то же самое быстрая вскидка. То есть, например, вы нажимаете на правую кнопку мышки, и у вас начинает идет анимация прицеливания. И чем выше у вас уровень данного оружия, чем у вас быстрее происходит данная анимация, чем быстрее вы будете прицеливаться. На мой взгляд, это работает. Это рабочая фигня, и это работает. Плюс уменьшает контроль отдачи. Притом, хорошо уменьшает контроль отдачи, ребят. Это прям классный навык, это все работает. И, кто бы что ни говорил, я здесь останусь при своем мнении. То есть, уменьшаете так. Владение решает, на мой взгляд. Как качается владение. Например, вы выбираете оружие АКМ 7.62х39 и просто играете с АКМом. Все просто. Вы убиваете врагу, вы с него стреляете, и у вас качается данный навык. То есть, вы хотите прокачать дробаш, вы стреляете из дробаша. Хотите пистолет, стреляете из пистолета. Здесь все просто. Опять же, чтобы прокачать 3000, нужно очень много времени. То есть, это не день, не пять, не неделя. Это очень долго качается. Этот навык очень долго качается. Но, на мой взгляд, он того стоит. Хотя, и не скажешь прям, что вау. Но, я ощутил на себе разницу, когда опнул третье владение. Что у меня стала отдача еще меньше. Что скидка оружия стала еще быстрее. То есть, я ощутил определенный с этого прирост. Я надеюсь, что вы тоже это самоощутите. Ладно, ребят, я и так затянул ролик. Я, на самом деле, рассчитывал, что это все затянется, блин, минут на 10. Но я, как всегда, как балаболка, начинаю много рассказывать. Я надеюсь, этот ролик будет вам полезен. Я очень надеюсь, что вы поможете новичкам. И напишите какие-то комментарии под видео. Чтобы они понимали, как качать данные навыки. Я надеюсь, мы соберем здесь определенную информацию по поводу навыков в Таркове. И у меня будет прям серьезный масштабный видос. Где каждый будет что-то черпать для себя. Ребят, если вам видос помог, поставьте, пожалуйста, мне лайк. Поддержите мой канал, ребят. Всем пока. В общем, рад был стараться.